Молодежный симфонический оркестр Лонг Айленд не только виртуозно играет, но и занимается благотворительностью. 500 приморских детей услышат американских музыкантов бесплатно. Молодежный симфонический оркестр Лонг Айленд впервые выступает на сцене Краевой филармонии. Гастроли во Владивостоке они начали готовиться еще в ноябре в Нью-Йорке. Вот это не было возможно без сильной поддержки от общества здесь во Владивостоке. Мы его консульства сделали немного. Вы знаете, данная энергическая компания, это наш главный спонсор. Лонг Айленд создан американским дирижером Мартином Дрейвцем в 1962 году. Сначала был просто экспериментом, потом стал уникальным коллективом, который получил известность во всем мире. В оркестре 76 человек, самому младшему музыканту 14 лет, старшему 23. Они великолепно, замечательно исполняют нашу русскую классику. Это так интересно. В репертуаре оркестра произведения как российских композиторов, так и зарубежных. Чайковский, Глазунов, Вебер, Берлиоз, Брамс. Больше всего американский молодежный оркестр известен своей благотворительной деятельностью, чем и вызвал интерес дальневосточной энергетической компании. Владивосток не исключение. Бесплатно посетить концерты смогут более 500 приморских воспитанников социальных учреждений, инвалиды и ветераны. Первый благотворительный концерт симпанической музыки от Лонг-Айленда состоится завтра для социально незащищенных детей в Приморской краевой филармонии. Виктория Лобецкая, Екатерина Мухина. Информационное телевизионное агентство «Панорама». Субтитры создавал DimaTorzok